Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Пелый. Я отвечаю на ваши вопросы. Вопрос по тому, что почему в период, когда не топится котел, падает давление в системе. Если это у вас падает на небольшие показатели, то где-то с 2 кг до 1,5 кг, то это вполне реально, это все объяснимо. Но если когда у человека давление падает с 2 кг на 0, это конечно неправильно. Значит у человека неправильно отстроена система. В первую очередь неправильно настроен расширительный мембранный бак. Может быть вообще он не настроен, может он уже давно пустой, или может быть у него порвалась мембрана. Это нужно смотреть и пока нет отопительного сезона, нужно это выявлять. И вообще проверьте пока лето всю свою систему. Проверьте насосы, проверьте фильтры, проверьте пока не поздно, потому что потом бегом-бегом искать мастера. Ну, одно дело, когда вы сами мастер, это нормально. А если у вас, вы не можете ничего сделать, то осенью найти мастера будет очень сложно, они все будут заняты. Поэтому проверьте сейчас, все ли у вас нормально, все ли насосы включаются, все. И нужно сделать ревизию. Если вы сами не в состоянии сделать ревизию, опять же, вызовите мастера. Потому что уже первый вот этот вот звоночек о том, что у вас давление в системе упало на ноль, это первый звоночек. Его нужно проверить и посмотреть, не намного ли все серьезнее. Может у вас вообще течет система отопления. Тогда нужно выявлять и заниматься ремонтом. Поэтому, что конкретно, я бы, конечно, кому поближе мог бы помочь. А так, реально, обратитесь к специалистам в сервисные центры. Это их работа, это то, что вам нужно для безопасной работы системы в сезон. Обратите на это внимание, чтобы в сезон вы не мерзли и у вас не стояла система. Пока у меня все. Всего вам доброго.